Еще раз, меня зовут Евгений, и тема моей работы «Плематическая донсация к кинопереводе на материале взаимодействия и модернизации». Актуальное взаимодействие объясняется в первую очередь недостаточным в специфике аудиовизуального перевода, поскольку теоретическое данное отрасли и первые работы были опубликованы около всего лишь 30 лет назад. Во-вторых, разумеется, значимость документального кино, которое, по словам современного режиссера Майкла Рабигера, рассказывает истории, причем всегда значимые для общества, и, соответственно, местом прагматической адаптации в реализации потенциала киноисказ, высказывания и его последующего успеха у иностранного зрителя. Наконец, актуальность связана и с личностью самого Александра Ивановича Моринеско, историческая роль которого до сих пор является предмежным обсуждением как России, так и за рубежом. При объектном исследовании выступает документальный «Кинотекст «Жизнь не положи» и его перевод на английский язык», которые были рассмотрены на предмет, использованных при переводе приемов прагматической адаптации. Эмпирическим материалом последовала, соответственно, русская и английская версии фильма «Жизнь не положи». Цель исследования была поставлена цель выявить приемы прагматической адаптации, и данная цель определила задачи и использованные для их решения методы. Также в ходе исследования была выдвинута кипотеза о том, что прием добавления будет наиболее частотным при переводе документального «Кинотекста». Библиографический список помещает в себе 55 источников, 15 из которых написано на английском языке. В него вошли труды таких отечественных и зарубежных теоретиков по аудиознанию перевода, как Матасов, Азулия, Актерис, Шатковская, и исследователи прагматики перевода, например, Кенесарова, Мофферта и Мофферта. Итак, в ходе исследования было отобрано 84 отрезка текста, подвергившихся их прагматической адаптации. Они были распределены в соответствии с классификацией единиц требующих адаптации, предложенные исследователями Волковой и Зубениной, которые вы можете видеть на экране. И помимо этого были выделены единицы, которые были адаптированы ввиду экстраингвистических факторов. Сейчас я бы хотел продемонстрировать несколько ярких примеров, на которых вы сможете увидеть, как были адаптированы на теле на единицу. В первом примере, как видите, опущено отчество Чехова, как коммуникативно-непрелевантная для английского зрителя информация, и при этом добавлено имя Горького, Максим Горький, поскольку в историю мировой культу он вошел именно так, и вероятно, что он будет узнан при таком прочтении выше. При этом был использован прием экспликации, в которой благодаря чему в тексте были введены поясняющие сведения о упоминаемых лицах, что впоследствии вызвало необходимость опустить сочетание сколько слов, чтобы текст был уложен и синхронизирован с артикуляцией произносимого на экране текста. Во втором примере интересна метафора «Морская школа», которая в данном случае соотнесена с одесскими яхт-клубами. Ее сохранение в тексте перевода было невозможно ввиду экстралинистических факторов, поскольку на экране в данный момент демонстрировались море яхты, а затем и сам одесский яхт-клуб. Соответственно, наличие слова «school», если сохранять метафоричность, вызвало бы английских зрителей мнение о том, что одесский яхт-клуб является учебным заведением, а это не так. Также избежать неправильного понимания текста помогло введение в английский текст сочетание «lifeguard», поскольку «rescue station» в соответствии с спасательной станцией в одноязычных английских словарях также означает и пожарную станцию, а слово «lifeguard» используется только относительно спасателей, работающих на воде. В следующем примере в данном отрезке повествуется о смене румынской фамилии отца Александра Ивановича «маринес-у» на украинскую «маринес-о» и имени Ион на Иван. И в текст было введено большое количество дополнительных сведений, что было пословлено тем, что английским зрителям будет сложно воспринимать на слух русские, украинские и русские имена. Далее вы можете видеть, что из текста была полностью... В тексте перевода были опущены слова знаменитой Чапаевской фразы. Во-первых, имя Чапаева мало что и, скорее всего, вообще ничего не скажет английскому зрителю. А во-вторых, приведенная цитата в исходном тексте на самом деле принадлежит повесть... Одному из первых повести Ивана Николаевича Толстого «Хаджи Мура». А сам же Чапаев на именном фильме говорит «Врешь, не возьмешь». И таким образом, если бы в тексте данный отрезок был отражен, мы бы исказили факты, точнее переводчик это ответил бы. Исказил бы факты, а это противоречит сути документального кино. Также мы можем видеть, что переводчик предположил, что под кое-что в данном случае принимается нецензурная лексика и ввел в английский текст аналогичный эвфемизм. Далее нам интересна реалия «Особый первый отдел», которая была заменена более известной реальей «Кейджи Би», поскольку английские зрители не знакомы с особенностями устройства органов безопасности социума. И, наконец, топорим Колыма, который обладает и вызывает особые ассоциации у жителей России, поскольку там располагался один главный остров ГУЛАГа. Англоязычным зрителям данная информация неизвестна, и поясняющая замена по стране позволяет привести к тексту их понимание. Теперь я бы хотел показать количество соотношений единиц, подтверждшихся адаптации. И, как можно видеть, ожидаемо наибольшая... Чаще всего адаптация требовалась ввиду наличия в тексте культурно-маркетинговых единиц. И на следующем слайде вы можете увидеть, каким образом были распределены использованы приемы. Как вы можете видеть на диаграмме, чаще других был использован прием замены. И из этого следует вывод о том, что гипотеза, выявленная в начале исследования, не подтвердилась. И наиболее частотным приемом при переводе документального кино является не прием договорения, а прием замены. Вероятно, это обусловлено тема специфика аудиовизуального перевода, поскольку такие условия не позволяют переводчику ввести текст в ширные переводческие комментарии, которые позволят бы пояснить значение тех, кто не видит реалий и видит. Спасибо большое. Спасибо, Евгений Александрович.